Если коротко подвести итоги сегодняшней конференции, значимость этой конференции, давайте отметим, что два президента Республики Молдовы, которые работали в общей сложности, если посмотреть, почти 13 лет в общей сложности, из этих 20 они руководили Республикой Молдовы, они были здесь. Председатель парламента был здесь. Девять посольств зарубежных присутствовало на этой конференции. То есть сам уровень конференции и организации очень высокий. Это свидетельство того, что да, есть внимание, есть понимание роли места значимости ГГУской автономии в жизни Республики Молдова. И сама тематика, которую мы обозначили вместе с Народным собранием, с научным центром, она оказалась очень интересной для многих международных организаций. Вы видели, что здесь были и доклады наших докторов, были и интересные предложения со стороны как руководства Молдовы, экс-президента и господина Лучинского и господина Воронина. Я думаю, что после этой конференции будет очень много интересных инициатив правительства Республики Молдова, чтобы роли места ГГУЗИ в современной Молдове было более значимым. Ведь все подчеркнули, что и вывод общий такой, что ГГУЗИ не проблема Молдовы, а ГГУЗИ это наоборот ее богатство. Это стабильность, это диалог. И все участники конференции подчеркнули, что на протяжении более чем 20 лет руководство ГГУЗской автономии, а раньше и ГГУЗской республики, всегда было нацелено на позитивный диалог. Но ставились во главу угла и задачи сохранения ГГУЗского народа, языка, традиции, культуры, обычаи, его развития. В обществе, конечно, есть большое разочарование. Люди ожидали больше получить от независимости Республики Молдова. Люди ожидали больше получить от ГГУЗской автономии, то, что мы добили статуса автономии. Но это комплексная задача, которая стоит перед нами, и в реализации этой задачи должны работать все, дружно. Я очень рад и горд тем, что особенно последний год ГГУЗия продемонстрировала всему миру свой потенциал объединения. И то, что сегодня и Народное собрание ГГУЗии, и исполком ГГУЗии стараются совместно решать вопросы. Вот, пожалуйста, диалог, привлекший большое количество внимания. А если бы мы между собой ругались, разве мы смогли бы это сделать? Нет. То есть мы на правильном пути. Мы сейчас вышли на такой уровень, когда, продолжая сохранять вот это единственное взаимодействие законодательно-исполнительных органов власти, и наращивая темп интенсивности диалога с Кишиневым, при привлечении международных структур мы можем в короткий промежуток очень многого добиться. Вот это задача будущего. Не зря эта конференция была. Прошлое мы дали анализ прошлому. Настоящий мы дали анализ настоящему. Но сегодня одновременно мы говорили о будущем. Что нас ждет в будущем? Чего мы хотим? И я считаю, что конференция удалась. И хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой конференции и вложил свой вклад.